Беларусь 4 Украине распрацовываюць новые виды продукции и пашираюць географию яе продажу. Так, Гомельский тлушчевый комбинат пачау выпускаць мыло ручной работы. Першая з ягу вытворчастю и дизайном ознайомилася наш корреспондент Марина Северьянова. Для вытворчасти мыло распрацавали классичную технологию. Кожный выроб ручную разливается по формах, дезастывая. Затым ягу упрыгожать и упакують. До речи, для створения мыла на комбинате выкористовывать только эфирные аллеи, природные добавки, натуральные фарбовальники. Усе компоненты прошли технологичный контроль, чтобы мыло отрималось не только эксклюзивным и прихожим, а леет салком беспечным. Мы получили все необходимые документы, чтобы наше мыло соответствовало всем испытаниям. Люди, которые этим занимаются на сегодняшний день, это опытные мыловары. Они с производством мыла на «ты». Поэтому наш покупатель может смело покупать нашу продукцию и знать, что данная продукция является качественной. Мыла ручной работы для первой отгрузки уже готова. 500 килограммов отправятся в гандлевую сетку Гомеля и в области. Боя лечит на предприемстве. Покупник мая права набывать этот товар не только на рынках и прозинтернет, а и в любом великим магазине. Популярность мыла ручной работы досягнула своего апогею. И зараз это один из самых расповсюженных, символичных подарунков. Первая его парта, вырабленная на Гомельском тлушевом комбинате, появится в продаже уже в ближайший час, как раз на передаче дни новогодних святов. На заводе распрацовали несколько десятков форм. Для вытворчасти мыла те альбо иншие модели будут выкористовывать в залежности от попыту, а так само придумывать новые. Например, с логотипами предприемства, а так само для детей. В любом случае, кажут на предприемстве, так и модный товар обовязково знойде своего покупника. Направлено это мыло будет не только на непосредственное употребление, а в качестве сувенира и подарка, чтобы можно было презентовать. Будет разработано мыло также для детей различных форм и видов. Марина Северьянова, Дмитрий Радзянка, телерадиокампания «Гомель». Своё 70-ти годы означал Гомельский областный клинический онкологический диспансер. История установы вядется с 1945 года. Починалось все с онкологического кабинета, девелся только амбулаторный прием. Зараз же это одна из ведущих установ «Аховы здоровья Гомельщины». Еще в 90-х годы весь Гомельский областный клинический онкологический диспансер размещался тут, на Циолковского, 119. Тогда было у сего некольких отделений. У простых из года был открытый стационар на 45 ложков. В минавитостого часа диспансер начал оказывать специализованную онкологическую допомогу. Сегодня он заявляет с одной из ведущих клиничных установ Гомельской области. В масштабах же республики он другой после нового доследчика института онкологии и медицинской радиологии имя Александрова. Работа достаточно напряженная у нас. К сожалению, заболеваемость растет. В данном отделении, отделении химиотерапии в среднем около пяти тысяч курсов химиотерапии проводится как в лечебном, так и в профилактическом режиме. В хирургических отделениях на этом корпусе выполняется в среднем около трех тысяч операций различной сложности, в том числе высокотехнологичных операций с применением микрохирургических методик. Отделение химиотерапии занимается лечением онкологии практически у всех локализаций. Сюда пребывают пациенты из всей области и не только. Выбор на корысть гомельской установы робят и замежники. А кроме этого у диспансера есть еще 12 отделений. Так, про 70 годов с маленького кабинета он вырос в буйную установу. Зараз тут применяются самые сучасные методы лечения. Все относительно. На самом деле, если взять нашу диспансеру 70 лет, это много или мало? Ну, для цивилизации это мало, для человека это много, для самой медицины, вообще в отрасли медицины тоже довольно неплохой срок. Но 70 лет, я когда родился, я даже подумал, 70 лет диспансеру, и когда я родился, диспансер праздновал 20-летие, со дня открытия. Сегодня уже, видите, 70 лет. В Гомельской области у нас полтора миллиона почти населения, и фактически всех пациентов онкологической патологии мы лечим и мы наблюдаем. Сегодня гомельские клинично-онкологичный диспансер – это около 900 работников. Больше за 8 тысяч операций в год. С их прикладно 300 высокотехнологичных. Самые сучасные обсталявания и при этом – один из минимальных в свете показчиков после операционных ускладнений. На наступном тыдне, 28-го Снежня, у Гомель отбудется 14-я сессия областного совета депутатов 27-го скликанья. На разледжене два пытанья – проект бюджету в области на наступный год и реализация задач социально-экономичного развития. Регистрация депутатов отбудется у фойе облаканкам с 13-15 до 13-45. Початок сессии у 14-го дня. С початку этого года на предприемствах Гомельской области работники незаконно недоотрымали амаль 5 млрд рублев. Такая личба была огучена подчас работы другого пленума Гомельского областного объединения профсоюзов. Далегаты звернулись до пытания обороны права упрацующих в сучасных экономичных умовах. Олег Сентюров потекавился, чему не все керавники имкнутся выконовать свои промые обовязки. 2672. Минавитостоки коллективных договоров заключено сегодня на предприемствах Гомельской области. По осудностях, это той нормативный акт, который в первую чергу обороняет социально-экономичные интересы працующих. Ильша справа, что продовольженное положение выконывается не завсюды и не усюды. Нельзя сказать, как порушения были массовыми, а ли то, что ситуация потребует повышенной уваги, видово, что тем больше, что оборона социально-экономичных интересов працующих – головная задача профсоюзов. А тому контроль сегодня ведется сразу по некаких накерунках. От организации громадских приемных до проведения мониторинга непосредственно на предприемствах. По областным объединениям профсоюзов не утоивают. С погрешением финансовых покажчиков повеличивается и колькость выявленных порушений, починающих от скасования продовольженных ильгот до дня выплат. Те не свечасовых выплат зарплат. Нарушение контрактных взаимоотношений, увольнение с нарушениями и так далее, и так далее. Могу сказать, что только в этом году нам удалось через судебные инстанции и все прочее, так сказать, восстановить определенную справедливость и вернуть незаконно удержанные порядка 4,7 миллиарда рублей. Как свечусь в вынике мониторингу, довольно часто положения коллективных договоров не отповедают потребованиям действующего законодательства, а тому о Гомельском областном объединении профсоюзов переконанным. Сегодня необходимо не только оказывать глиновым организациям методичную допомогу, но и активно распространять установочий опыт. Тем более, что в регионе хапае и таких предприемств, где предугледженные коллективными договорами и льготы вы решили захавать, тут признаются, финансовые кропки гляджене, это мягче мы и не вельми выгодно, а лекали думать об коллективе и его будущем, иначе нельзя. Сегодняшние условия работы достаточно сложные, заработная плата упала, потому что работы у нас достаточно. Но считаю, что если отобрать то, что мы завоевали, это будет неправильно. Сирот ближайших приоритетов – створение профсоюзных организаций и заключение коллективных договоров на усих предприемствах Гомельской области, причем незалежно от формы властности. В этом году отповедную работу провели, например, в ШРГ спортивных школ региона, в финансовых отделах некоторых райвы конкамов, предприемствах «Беларусьнафтотранс» и «Химтранс», а ли наибольши складанные ситуации в этом плане на недержавных субъектах господарения. Порядка до 7 тысяч за год обращений, причем все эти обращения связаны, будем так говорить, или с нарушением, или с разным толкованием норм трудового законодательства. Поэтому не все наниматели, конечно, пытаются, так сказать, сразу бросаться в объятия и говорить, что да, нам профсоюз нужен. Зимой гололеды пиротехника становятся причинами шматликих травм. У тымлику и об этом шла говорка под час программы «Задай пытание уладе» на хвалях радио «Гомель плюс». Гостем студии став загадчик травматологического отделения Гомельской городской больницы номер один Александр Крауцов. У геттое дни Министерство о панадзвычайных ситуациях проводят акцию «Безпечный Новый год». Одна з задач – профилактика травматизму при використанні пиротехники. Тые, кто не прислуховывается до парад выратовальников, те просто игноруя элементарные правила безпеки, нередко трапляюць до медиков. Травматологи кожный год рыхтуюцца до новогодней ночи, калі назіраецца у сплеск колькасті пацієнтаў с травмами кістя у рук, отрыманными при використанні фейерверкаў і петарт. Адарваные пальцы, зломленные кості і парваные сухожылі. Хірургі окажуць кваліфікованную допамогу, але без наступстваў для здоров'я, такі сурьозныя травмы обыходяться рэдкам. ДАЖЕ ЕСІ ПАЛЦІ МЫ МОЖАМІ САХРАНІЇТЬ, ТО ОНІ БУДУ СЮЩАВАІТЬ, КАК ТАК НАЗАВАЮІЙ БИЛАГІЧЕСКІЙ ПРОТЫЗ. ПАЛЦІ ЕСТЬ, НООН ТЕРЯЮ СВОЮ ФУНКЦІНАЛЬНОСТЬ, ОН НЕ СГІБАЦІЦІ, ОН НЕ РАЗГІБАЦІЦІ, ДАЖЕ В КАКУІТА СЦІПІНІ ТРУДОСПОСОБНОСТІ ОПРАДЦІННОГО ПРАЦІНТА. У ГОМЕЛЯ ДБУЛОСІ УРАЧІСТАЕ ЗАКРЫТІ ПЕРШЕГО ФОРУМУ КЛАСІЧНЫЕ МУЗЫКІ БЕТХОВЕН ЛИНІЇ ЛЮІСУ. И ОН ПРАХОДІУ НА ПРАТІГУ АМАЛЬТЫДНЯ И СУПРАВАДЖАУСЯ ПРАВЯДІННЯМ АДУКАЦІЙНЫХ МАЙСТР-КЛАСЦІУ ЦІКАВЫХ ТВОРЧЫХ СУСТРЕЧ С ТАЛІНАВІТЫМИ БЕЛАРУССКІМІ МУЗЫКАМІ, А ТАКСАМА СЕРЫЕ ЯСКРАВЫХ И ВІДОВІШНЫХ КОНЦЕРТНЫХ ПРАГРАМ. ПАЧАС ФОРУМУ ЖИХАРЫ И ГОСТІ ГОРАДЫ НАД СОЛЖАМ ЗМОГЛИ ГЛЫБЕЙ ОЗНАЁМІТЬСЯ С ТВОРЧЫСТЮ ОДНАГО З НАЙБОЛЬШ ВЯДОМЫХ И ГЕНИЯЛЬНЫХ СУСВЕТНЫХ КОМПОЗИТРАВ ЛЮДВИГА ВАН БЕТХОВЕНА. У РАШИСТАЕ ЗАКРЫТЁ ПЕРШЕГО У ГОМЕЛЬ ФОРУМУ КЛАСИЧНОЕ МУЗЫКИ ОТБЫЛОСЯ У ОБЛАСНЫМ ДРАМАТЫЧНЫМ ТЕАТРЫ. ОТСУТНОСТЬ ПУСТЫХ МЕСЦЦАУ У ЗАЛИ НАГЛЯДНЫЕ ПОДТВЕРЖЕНЯ. КЛАСИЧНЫЕ ТВОРЫ НЕ СМЯРОТНЫЕ И ТІКАВОСТЬ ДА ИХ НЕ ГУБЛЯЕЦСЯ. ЕЕ ПРОСТА НЕАБХОДНА ПАТРЫМЛЮВАЦЬ ПРАВЯДЕНЯМ ПАДОБНЫХ КУЛЬТУРНА-АСВЕТНІСКИХ ПРАЕКТАВ. ПАДЧАС КОНЦЕРТНЫЕ ПРАГРАМЫ АМАТАРЫ ВЫСОКОГО МАСТАЦТВА ПАЧУЛИ ГЛЫБОКИЕ И ПРАНИКНЁНЫЕ СИМФОНИЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ЛЮДВИГА ВАН БЕТХОВЕНА. У ТЫМЛІКУ І АДНУ З НАЙБОЛЬШ ЗНАКОМІТЫХ І ПАПУЛЯРНЫХ СИМФОНЮЮ НУМАР ПЯТЬ. ГЭТЫЕ МУЗЫЧНЫЕ ТВОРЫ ПРАГУЧАЛЮ У ВЫКОНАННІЇ ГОМЛІСКАГА СИМФОНІЧНЫГА ОРКЕСТРА, А ТАКСАМА ЛАУРЕАТАУ ПРЕСТЫЖНЫХ МІЖНАРОДНЫХ КОНКУРСАУ МИХАІЛА РАДУНСКАГА І ОЛЕГА ЯЦЫНЫ. ОРГАНІЗОВАЦЬ НА ТАКОМ УРАВНІ ТАКОЙ ІНЦЕРЕСНЫЙ ФОРУ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭТА ДОРАГОГО СТОИТ, И Я НАДІЮСЬ НА ТО, ЧТО ЭТА БУДЕТ АМІТЬ ПРАДЛЖЕНЮ. СЮ ЭТА БУДЕТ РАЗРАСТАТСЯ И УЛУЧАТСЯ. ФІЕРЫЧНЫЙ ЧАСТКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ПРАГРАМЫ СТАЛІ ХОРОГРАФИЧНЫЕ НУМАРЫ, ПАСТАВЛІНЫЕ НА ЗАХАПЛЯЛЬНЫЕ ДУХ КОМПАЗЦИЦИИ БЕТХОВІНА. ГЭТАЯ НЕЗВЫЧАЙНА ПРЫГОЖАЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПАСТАНОВКА БЫЛА РАЛІЗАВАНА ЗУ ДЕЛАМ НАВУЧЕНЦАУ АДНОЙ З ГОМЕЛЬСКИХ ШКОЛ МАСТАЦТВАУ. У ЦЕЛАМ ПРАВЯДЕННЯ ПЕРШЫХ А ФОРУМУ КЛАСИЧНЫЕ МУЗЫКИ МАШТАБНАЯ И ЗНАКАВАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПАДЕЯ ДЛЯ ГОМЕЛЯ І УСЯГО РЕГИЙОНА. ЖИХАРЫ И ГОСТИ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРА ЗМОГЛИ ПРЫНЯТЬ УДЕЛ У ЦЕКАВЫХ МАЙСТЕР-КЛАСАХ И ТВОРШЫХ СУСТРЕЧАХ С ТАРИНАВИТЫМИ БЕЛАРУСКИМИ МУЗЫКАМИ. ЯНЫ ТАКСАМА ОТРЫМАЛЯ САЛОДУ ОТ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ, ФОРТЕПЕЯНЫХ СОНАТ, ДУХАВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ВОКАЛЬНЫХ МУЗЫЧНЫХ ТВОРОВ. ОРГАНИЗАТОРЫ МАЮСЬ НАМЕР ПРОВОДИТЬ ФОРУМ КЛАСИЧНЫЕ МУЗЫКИ И ДАЛЕЙ, КАБЫ БУДУШИНЕ ВЫВЕСТИ ЕГО НА НОВЫЙ МИЖНАРОДНЫЙ УЗРОВЕНЬ. В ПРИНЦИПЕ ВСЕ ПРОШЛО ХОРОШО. И, КОНЕЧНО, ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕГДА БОЛЬШЕ, ЕЩЁ БОЛЬШЕ МУЗЫКИ, БОЛЬШЕ КОНЦЕРТОВ, БОЛЬШЕ ОБЩЕНИЯ, БОЛЬШЕ ПУБЛИКИ. НО ЭТО ПЕРВЫЙ РАЗ, ПОЭТОМУ Я ДУМУЮ, ЧТО ВПОСЛЕДСТВИЮ МЫБУДЕМ РАЗВИВАТЬСЯ И ДЕЛАТЬ ЭТОТ ФЕСТИВАЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫМ. ВЕРОНИКА ВАРАШИЛИНА, ДЬМИТРИ КОТА, У ВАЛЕРЫ ГАПАНЬКО, ТЕЛЕРАДИО КАМПАНИЯ ГОМЕЛЬ. У ГОМЕЛЬСКИМ ТЕАТРЫ ЛЯЛЕК ПОЧАЛИСЯ НАВАГОДНИЕ РАНИШНИКИ. У ПРАГРАММЕ ПРАДСТАВЛЕННИЕ ЛЯЁЛКИ, ГУЛЬНИ КАРАГОДЫ, СУСТРЕЧА С ДЕДАМ МАРОЗАМИ, СНЯГУРКАЯ, ТАКСАМА ДЫСКОТЕКА С САМЫМИ ВЯЛИКИМИ ЛЯЛЬКАМИ БЕЛАРУССИ. АЛЕ КУЛЬМИНАЦИЯ СВЯТА – ПРЕМЬЕРНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ПА МАТЫВАХ КАСКИ «СНЕЖНАЯ КОРАЛЕВА». ИНСЦЕНИРОВКУ ЗРАБЮ У ГОМЕЛЬСКИЙ ДРАМАТУРГ ВАСИЛЬ ТКАЧОУ. БОЛЬШ ЗА МЕСЯЦ ТРУПА РЭПЕТЫРАВАЛА ПАСТАНОВКУ, КАБ НА ПЯРЕДА ДНИ НОВАГА ГОДА ПАРАДАВАЦЯ, АК САМЫХ МАЛЕНКИХ, ГЛЯДАТ ШОУ ТАК И ИХ БАТЬКОУ. НА СЦЕНЕ ЗЯВЛЯЮЦСЯ СЕМЬ ГАЛОНЫХ ГЕРОЇУ, ЯКЕ ПАСЛЯ ТАГОЯК ТРАПЛЯЮЦЮ ПАЛОН СНЕЖНЫЙ КОРАЛЕВЫ, ПЕРА УТВАРАЮЦЯ У ЛЯЛІК. АЛЕ ВЯДОМАУ РЭШТІ РЭШТЬ МАГИЯ ДРУЖБЫ И ЛЮБОВІ ВВЕРНІУСЁ НА СВАЕ МЕСЦЦЦІ. ДОБРУЮ КАСКУ И СВЯТОЧНЫЕ ШОУ МОЖНА НАВЕДАЦЮ У ГЭТЫМ ГОДЗЕ ДА ТРЫЦАТАГА СНЕЖНЯ У КЛЮЧНА. І У НАСТУПНЫМ З ДРУГОГА ПА ДІСЯТАГА СТУДЗЕНЯ. ПАСЯ НАВАГОДНЯГ МАРАФОНУ СПЕКТАКЛЮ СТАНІТ ЧАСТКАЯ ОСНОВНАГА РЭПЕРТУАРУ ТЕАТРА ЛЯЛІК. СМЫСЛ СКАЗКЦІ О ТОМ, ЧТО НИКАГДА НЕ НАСТУПІТ ВРЕМЯ ЦЬМЫ И ХОЛЛАДА, ПАКА В МИРЕ ЕСТЬ ДВА ЛЮБЯЩИХ СЕРДЦА, КОТОРЕ СВАЕЙ ТІПЛОТОЙ САГРЕЮТ ВЕСЬ МИР. ВОТ АБ ЭТОМ НАША НАВАГОДНЯЯ СКАЗКА. ВЫГЛЯДІЛЬ ЛІ ИНФОРМАЦЦІЙНЫЙ ВЫПУСК ТАЛЕРАДУЯ КАМПАНІЮ ГОМЕЛЬ. СТУДЫЙ ПРАЦЦВАЛА НАТАЛІ ИГНАЦІНКА, Я И МАЯ КАЛЕГІ ЖАДАЕМ ВАМ ПЛЁННАГА ДНЯ. ДА НОВЫХ СУСТРЕЧУ ЕФІРЫ.